Формат кино из машины популярен во всем мире. Сейчас и у видновчан появилась прекрасная возможность насладиться просмотром лучших зарубежных и отечественных фильмов под открытым небом. 21 августа на автостоянке у Дворца спорта заработал кинопаркинг. Проект разработан совместно с Министерством культуры Московской области и Мособл кино при поддержке администрации Ленинского городского округа. Такой формат похода в кино, он будет востребован. Я думаю, что молодежь, да и люди, собственно, и моего возраста оценят, что это интересно, что, в общем-то, стоит того. Я думаю, что мы все вообще соскучились за какое-то время по вот этим вот возможности выйти в люди. И вот сегодня как раз такая возможность, и она совершенно безопасна. Автомобильный кинотеатр начал свою работу с показа биографической музыкальной драмы режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм повествует о самом начале творческого пути Виктора Цо и группы кино, о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и другими участниками рок-движения «Ленинграда» 1981 года. Представила картину исполнительница главной женской роли российская актриса Ирина Старшинбаум. Человеку нужен человек, и что, ну, те условия карантина, да, которые нас поставили вот в эти рамки, какой-то новой адаптации под эту реальность, вот новые какие-то форматы, он довольно меня пугает. Но при этом все равно какая-то романтика вот в этом формате просмотра кино в машине, она безусловно есть. Перед показом фильма Ирина рассказала зрителям об интересных моментах во время съемок картины. Происходили какие-то на площадке постоянно довольно мистические вещи. У меня было ощущение, что Виктор с нами снимал это кино. Видновчане оценили удобство таких киносеансов. Интересно, что это такое, как это. Ну, решили посмотреть. Очень интересно, потому что сейчас, ну, много автолюбителей появляется, и за счет этого, то есть, все будут где-то собираться в одном месте, никому особо не мешать жителям города. С афишей кинотеатра «Под открытым небом» можно ознакомиться на сайте проекта.